Всем привет, на связи Борис Соколов с сайтом визосап.ру И давайте я вам расскажу о новых правилах въезда в Россию, возвращения в Россию российских граждан и иностранцев с 1 мая 2021 года. Но если коротко, про иностранцев-то и говорить особо нечего, у них как все было, так и осталось. Поэтому расскажу попозже. Скажу, конечно же, главный измен, который касается российских граждан. Им добавили еще один ПЦР-тест. Если раньше нужно было сдавать ПЦР-тест-1 в течение 72 часов после прилета, то теперь нужно сдавать ПЦР-тест в течение 72 часов после прилета, а также всем тем, кто приехал на машине, на поезде и другим видам транспорта в России. То есть, допустим, если вы приехали из Белоруссии на поезде, для вас касаются все те же правила. Вам нужно сдавать ПЦР-тест в течение 72 часов после прилета и загрузить его на сайт госуслуг. А вот с 1 мая появился еще один ПЦР-тест. То есть, теперь россиянам надо сдать два ПЦР-теста. Один в течение 72 часов после прилета, другой в течение 5 суток после прилета. Но разница между двумя этими тестами должна быть 24 часа. Таким образом, чтобы сейчас куда-то поехать отдыхать или просто там к родственникам, допустим, в ту же Беларусь ездить, нужно сдать как минимум, так как практически все страны требуют ПЦР-тест, некоторые не один, некоторые два, ну как минимум три ПЦР-теста. Один перед отлётом и два после приезда в Россию. Таким образом, три раза ПЦР-тест приходится сдавать как минимум всем путешественникам. Вот, что еще изменилось. Ну вот, как я уже сказал, с 20 апреля теперь еще добавил, что всем надо сдавать. Кто приезжает, кто прилетает, то есть любым видом транспорта. Итак, какие же правила, то есть до отлёта вам нужно официально зарегистрироваться на сайте госуслуг, заполнить анкету. После прилета в Россию в течение 72 часов сдать ПЦР-тест. До получения его результатов официально необходимо соблюдать режим самоизоляции и карантина. В случае его нарушения предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей. В течение, через 24 часа после сдачи первого теста, ну, не ранее, чем через 24 часа, вам нужно сдать второй тест, снова его загрузить на сайт госуслуг. После этого вы можете спокойно гулять и находиться на территории своей страны, и вас никто не оштрафует, и не заставить соблюдать режим самоизоляции, если оба теста будут отрицательными. Вот. Что касается иностранцев. Для иностранцев ничего не изменилось. Им, тем иностранцам, которые могут прилетать в Россию, это из тех стран, с которыми официально Россия открыла авиасообщение, либо, допустим, железнодорожные сообщения, как с Белоруссией, нужно сдать один ПЦР-тест, который сделан за 72 часа до приезда в Россию. Он должен быть на английском, либо на русском языке. Вот. Им надо обязательно сдавать тест до прилета в Россию. Во время прилета в Россию им сдавать тест нельзя. Вот такие вот правила. Да, тем иностранцам, которые не имеют официально возможности свободного въезда в Россию, то есть из тех стран, с которыми не открыто официально авиасообщение, могут приехать в Россию только в исключительных случаях. Опять по ссылочке ниже можете посмотреть какие-то случаи. Это учеба, работа квалифицированных специалистов, например, профессиональные спортсмены могут приезжать в Россию, какие-то наладчики оборудования на станках иностранных производств для заводов и так далее. То есть не все рабочие мигранты официально могут приезжать из закрытых стран для лечения и ухода за близкими, родственниками. Вот. Если честно, не особо веселое видео получилось, так как, условно говоря, в те же Сочи и Крым никаких тестов не надо, отели там заполнены под завязку, социальная дистанция тоже поменится, минимум, а там никаких ПЦР-тестов не надо, спокойно летите, едьте отдыхать. Но чтобы съездить за границу, во-первых, надо еще во многие страны не выбраться, даже если они открыты для Арсиана, туда рейсы не летают, и пересадочные пункты многие закрыты или ограничены авиасообщения, где раньше была пересадка. Надо как минимум делать три ПЦР-теста, то есть все поездки подорожают, один перед отлетом и два после прилета. Вот такие правила въезда. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Опять правила придумал не я, они мне тоже не нравятся. Ну вот, поделился с вами информацией. Пока-пока, до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok